Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на уроке биологии. Мы продолжаем изучение растительного мира. Тема сегодняшнего урока — многообразие живых организмов, жизнь растений в природе. Сегодня на уроке мы познакомимся с многообразием живых организмов, узнаем отличия живой природы от неживой, изучим разнообразие растительных сообществ. Давайте вспомним царство живой природы. Различают четыре царства — царство бактерии, царство грибы, царство растения, царство животные. Все живые организмы, входящие в эти царства, представляют собой клеточные формы жизни. Их организмы состоят из клеток, имеющих оформленное ядро, органоиды — оболочку. Вирусы — это не клеточная форма жизни, не имеющая ни ядра, ни цитоплазмы, ни вакуоли, ни клеточной мембраны, ни клеточной стенки. Их выделяют в отдельную группу. Мы встречаемся с ними, когда идем в школу, по дороге домой, в общественном транспорте и даже у себя дома. Почему же мы не видим их? Потому что они настолько малы, что увидеть их можно только с помощью специальных увеличительных приборов. Особенности строения этих живых организмов позволили выделить их в отдельную группу — царство бактерий. Бактерии являются одноклеточными организмами различной формы. Некоторые формы бактерий даже имеют свои названия. Например, кокки и стрептококки — это одиночные и сложные в цепочку округлые клетки. Бациллы — это палочковидные бактерии. Спириллы — это спиралевидные бактерии. Вибрионы — в форме запятой. Царство грибы насчитывает около 100 тысяч видов и объединяет живые организмы, которые невозможно отнести ни к царству растений, ни к царству животных, так как они совмещают признаки и тех, и других. Вот основные признаки представителей царства грибы. Неподвижны, постоянно растут в верхушечной части, их клетки имеют прочные клеточные стенки. Такие же признаки имеют растения. Но следующий признак — питание только готовыми органическими веществами, объединяет их с животными. Строение организма гриба тоже уникально. Оно не сходно ни с растениями, ни с животными. Есть на Земле уникальная группа живых организмов, которая благодаря строению своего тела может жить в самых разнообразных местах, даже там, где другие организмы не выживают. Например, в Антарктиде. Это лишайники. Внутри их тела состоит из гифов гриба и зеленой водоросли или цианобактерии. Причем автотрофная водоросль или цианобактерии предоставляет грибной части готовые органические вещества, а гетеротрофный гриб поглощает из окружающей среды воду с растворенными в ней минеральными веществами, необходимыми для водоросли цианобактерий. Подобное соединение представляет собой крайнюю степень симбиоза, приведшую к образованию новой группы организмов лишайники. Симбиоз – это взаимовыгодное сожительство двух живых организмов. Лишайники играют огромную роль в природе и жизни человека. Давайте рассмотрим несколько наиболее важных функций этой группы растений. Отмирающие части лишайников, которые первыми заселяются в малодоступных местах, обогащают почву и служат пищей ее обитателям. Многие лишайники служат пищей животным, обитающим на севере. Например, олени-мох или ягель служат единственной пищей северного оленя зимой. Используются лишайники человеком для получения противомикробных препаратов. Некоторые виды лишайников используются в качестве красителей и в парфюмерной промышленности. Также лишайники являются индикаторами загрязнения воздуха. Рассмотрим царство растения. Всю совокупность растений на земле называют флорой. У всех растений есть особенности, которые позволили выделить их в отдельное царство. Растения – это организмы, которые растут на протяжении всей жизни. Их рост не прекращается даже зимой. В клетках растений есть особых пигмент – хлорофилл, который помогает преобразовывать неорганические вещества по действиям солнечного света. Этот процесс называется фотосинтез. Все растения делятся в зависимости от способа размножения и места обитания на группы. Это водоросли, мыхи, плауны, папоротники, хвощи, голосеменные, покрытосеменные. Водоросли – это обитающие в воде растения, тело которых представляет собой слоевище, не расчлененное на органы. У этих растений нет корней, стеблей, листьев и семян. Известные представители этой группы – это спирогира, образующая тину в пресноводных водоемах. Ламинария – бурая водоросль, из которой производят морскую капусту. Мхи – небольшие растения, достигающие максимальной длины в 60 см, которые имеют стебли и листья, размножаются спорами, вместо корней имеют резоиды. Отмершие части мха образуют торф. Представители этой группы – это кукушкин лен, покрывает всю почву на болотах зеленым ковром. Сфагнум не имеет резоидов, но способен поглощать огромное количество влаги. Папоротники, хвощи и плауны – миллионы лет назад были господствующими группами на земле и огромными лесами покрывали всю сушу. Но на сегодняшний день древовидные папоротники встречаются только в тропических влажных лесах, а в нашем климате – это травянистые растения. Все эти растения никогда не цветут и размножаются спорами. Эти растения уже имеют корни. Отмершие много лет назад предки этих растений образовали залежи каменного угля, ценного полезного ископаемого. Голосеменные – это группа хвойных растений, представители которой ель, сосна, кедр. Растения размножаются семенами, но их семена не защищены оболочкой плода. Хвойные растения широко распространены в северном полушарии Земли и занимают большие площади. Покрытосеменные или цветковые растения – самые сложно организованные виды растений, которые имеют цветы, преобразующиеся в плод, защищающий семена. Эти растения имеют стебель, листья, почки. К ним относятся большинство растений, используемых человеком в пищу. Например, капуста, яблоня, картофель, пшеница, рожь. Одну из царств живой природы – животные. В настоящее время оно насчитывает более полутора миллионов видов. Это царство объединяет организмы, имеющие ряд сходных признаков. Это неспособность самостоятельно производить органические вещества. Животным необходимо получать эти вещества извне, потребляя грибы, растения и других животных. И второй – подвижный образ жизни. Животные передвигаются в тысячи раз быстрее других организмов, имеют для этого специальные органы чувств для ориентации в пространстве. В зависимости от количества клеток, которые включает организм животного, они делятся на одноклеточные и многоклеточные. Рассмотрим, каждую группу отдельно. Одноклеточные организмы или простейшие. Внешний вид этих организмов разнообразен. Есть виды, не имеющие постоянные формы тела, такие как амеба обыкновенная. Виды, имеющие постоянную форму тела – это инфузория туфелька. Виды, имеющие раковину, например, фораминиферы. Но всех их объединяют два общих главных признака. Первый – их организм, как и у бактерий, состоит только из одной клетки. Второй – в отличие от бактерий, организм клетка простейшего всегда имеет одно или несколько оформленных ядер. Простейшие насчитываются около 70 тысяч видов. Значение этой группы животных очень велико. Они являются пищей для планктона. Отмершие представители фораминифер создают на дне океана залежи известняка. Часть простейших живет в кишечнике травоядных животных, помогая им переваривать пищу. К группе многоклеточных животных относятся все остальные представители этого царства. Самые большие по количеству видов группы – это членистоногие – более 1 миллиона видов, черви – более 50 тысяч видов, моллюски – около 130 тысяч видов, хордовые – около 42 тысяч видов. Значение животных в природе следующее. Преобразовывают органические вещества в вещества, необходимые для жизни растений. Переносят пыльцу из семена растений. Являются домом и пищей многим другим живым организмам. Если представить всю живую природу в виде цепочки, то животное является неотъемлемой частью этой системы, которая без них существовать не может. Значение животных в жизни человека переоценить сложно. Особенно велика роль в нашей жизни домашних животных. Они являются производителями пищи и одежды. Использовались и используются как транспортное средство. Конечно, это далеко не все аспекты использования животных человека. Ведь животные сопровождали человека на всем протяжении своей эволюции. И перечислять все будет очень сложно. Дикие животные чаще являются вредителями по отношению к человеку. Например, мыши и крысы, повреждающие продукты питания. Саранча, уничтожающая посевы. Но являясь частью живой природы, они сохраняют ее целостность. Таким образом, сохраняя среду обитания человека от разрушения. Поэтому многих диких животных также необходимо охранять. Перед вами планета Земля, покрытая огромной оболочкой жизни, в которой обитают все живые организмы. Она едина и неделима. Давайте рассмотрим ее поближе. Все ли живые организмы имеют одинаковые условия обитания? Нет. Птицы летают в воздухе, рыбы плавают в воде, дождевой червь и крот в земле. Это их дом, их место обитания. Оно носит название среда жизни. Среды жизни планеты Земля очень разнообразны. Мы условно разделим их на несколько типов. Почему условно? Потому что, как мы увидим далее, не все организмы имеют единую среду обитания. Вся живая оболочка Земли разделяется на четыре среды обитания. Водная, почвенная, наземно-воздушная, организменная. Организменная среда обитания включает всех живых существ, обитающих внутри другого организма. Они делятся на симбионтов, паразитов. Организм, в котором обитают другие организмы, называют хозяином. Симбиоты приносят хозяину пользу. Паразиты являются вредоносными для хозяина. Примером паразита можно считать аскориду. Паразитические черви, питающиеся соками живых организмов и вредящих им. Есть организмы, которые в течение жизни меняют свою среду обитания. Например, личинки майского жука, ведущего наземно-воздушный образ жизни, обитают в почвенной среде жизни. Также есть организмы, одновременно обитающие в двух средах обитания. Примером являются деревья. Ствол и крона наземно-воздушные, корни почвенные. Лягушка обитает как в водной среде, так и в наземно-воздушной среде. Живой мир состоит из огромного количества живых существ. Каждый организм не является изолированной системой. Он бесконечно подвергается воздействию различных условий среды. Эти воздействия могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными, но избежать воздействия невозможно. Поэтому был введен термин «экологические факторы», означающий все условия среды, воздействующие на живой организм. Экологические факторы делятся на факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему рыба живет в воде, птица на дереве, одуванчик на освещенной поляне, окислица в затемненных лесах? Конечно же, потому что они приспособлены к жизни в этой среде, а не другой. Эта особенность живых организмов называется приспособленностью. Сегодня мы с вами узнаем, какие приспособления имеют различные организмы для жизни в природе. Возьмем для примера три разных среды обитания. Затемненный лес, освещенный луг, озеро. В затемненном лесу растет мох, черника и другие растения, приспособленные к жизни в затемненной среде. На лугу хорошая освещенность и очень много трав, приспособленных к хорошему освещению, например, иван-чай, одуванчик. В озере растут водоросли, кувшинки и другие растения, приспособленные к жизни в водной среде. Все перечисленные примеры отражают влияние факторов неживой природы на живые организмы. Рассмотрим непосредственные примеры приспособленности организмов к среде. В качестве факторов среды возьмем следующие. Холодная зима, необходимость растений в опылении, защита от хищников. Приспособление к холодной зиме у живых организмов могут быть следующие. У животных теплый мех, например, заяц. В падение в спячку, например, медведь. Миграция в теплые края, например, перелетные птицы. У растений опадание листьев. Замедление обмена веществ. При необходимости воздействия для опыления растения могут иметь следующие приспособления. Например, яркую окраску цветов для привлечения насекомых. У тысячелестника. Привлекательный для насекомых запах, например, яблони, вишня. Смена окраски листьев, например, некоторые тропические растения. Для защиты от хищников у организмов есть следующие приспособления. Маскирующая окраска под окружающий фон, например, окраска кузнечика под цвет травы. Приобретение окраски несъедобных организмов, например, муха, имеющая внешний вид пчелы. Наличие шипов у растений, например, барбарис шиповник. Не все растения одинаково приспособлены к жизни в одинаковых условиях. По отношению к свету различают следующие группы. Гелиофиты – светолюбивые растения, сциогелиофиты – теневыносливые растения, сциофиты – тенелюбивые растения. По отношению к влаге растения делятся на гидрофиты – растения водных и избыточно увлажненных мест обитания. Мезофиты – растения достаточного увлажнения. Ксерофиты – растения сухих мест обитания. У растений каждой группы выработались приспособления, позволяющие расти и развиваться в определенных условиях обитания. Давайте рассмотрим основные характеристики этих экологических групп. Светолюбивые растения – гелиофиты. Это растения, приспособленные к жизни на открытых, хорошо освещенных местах. В эту группу можно отнести многие деревья – сосна, береза, лиственница, травянистые растения лугов и степей – тазлаки. Большинство водных растений, например, лотос, кувшинка, а также большинство кактусов. Светолюбивыми являются большинство сельскохозяйственных растений, например, яблоня, виноград, томат, кукуруза. Светолюбивые растения имеют характерное строение листьев. Они обычно небольшие, плотные, с блестящей кожицей и многочисленными устчицами, расположенными под углом к свету. У некоторых растений листья покрыты восковым налетом или опушением. У светолюбивых растений хорошо развиты проводящие ткани и корневая система. Отличительная черта гелиофитов – это высокая интенсивность фотосинтеза. Тенелюбивые растения – цеофиты. Растения, приспособленные к жизни в затемненных условиях и предпочитающие растеянный свет. Сюда относятся растения, растущие под пологом леса, в глубоких расщелинах и других местах, куда не проникают прямые лучи солнца. Это мхи, лишайники, плауны, папоротники, водоросли. У сцеофитов слабо развиты механические и проводящие ткани. Листовые пластинки довольно крупные, тонкие. Хлоропласты в клетках крупные. Хлорофила в них больше, чем у светолюбивых растений, что обеспечивает возможность фотосинтеза даже при слабом рассеянном освещении. Теневыносливые растения – цеофиты. Это растения, свободно произрастающие как в тенистых местах обитаниях, так и на открытых участках с большим количеством прямого солнечного света. Это промежуточная группа между светолюбивыми и тенелюбивыми растениями. Примеры теневыносливых растений – огурец, кабачок, салат, щавель. Теневыносливые растения обладают более широкими, тонкими и мягкими листьями, что позволяет им улавливать больше рассеянного солнечного света. По форме они обычно плоские и гладкие. Характерны для них горизонтальное расположение листвы и листовая мозаика. Листы и травы обычно вытянуты, имеют удлиненный стебель. Циогелиофита характеризуется относительно невысокой интенсивностью фотосинтеза. Растения в водных и избыточно увлажненных мест обитания – гиграфиты – отличаются большими тонкими листьями. Устица крупные, но их количество на единицу площади невелико. Поверхность листа покрыта плотной глянцевой кожицей, которая плохо смачивается и не заливает устица. Особенностью листьев гиграфитов является также наличие особых образований – гидотот, через которые излишки воды удаляются из растения. Именно поэтому на листьях растений этой группы часто появляются капли воды. Среди других особенностей гиграфитов – это слаборазвитая корневая система, наличие длинных стеблей при недоразвитости механических тканей, слабое одревеснение стенок сосудов. Из-за этих особенностей даже незначительная нехватка влаги может привести к увяданию растений. Примеры водных растений – это кувшинка, калушница болотная, подмаринник болотный, рогоз. Растения сухих мест – ксерафиты – способны переносить продолжительную засуху. Они обитают в степях, полупустынях и пустынях. Среди них встречаются травы и древесные растения. Эти растения хорошо адаптированы к условиям, в которых они растут. У них имеются приспособления, позволяющие добывать воду при ее недостатке, ограничивать испарение воды и запасать ее на время засухи. У ксерафитов хорошо развита корневая система. Их листья имеют толстую, плотную кожицу, а пушение или превращены в колючке. Примеры ксерафитов – алоэ, верблюжья колючка, агава, кактусы. Растения мест достаточного увлажнения – мезофиты. Это растения, которые приспособлены к обитанию к среде с достаточным, но не избыточным увлажнением почвы. Это промежуточная группа гиграфитами и ксерафитами. Эта группа очень обширна и многородна. Сюда можно отнести многие луговые травы, например, клевер, тимофеевка, ромашка. Большинство лесных трав умеренного пояса – это ландыш, медуница, листопадные деревья и кустарники, лещина, сирень, а также большинство сельскохозяйственных культур – кукуруза, пшеница. У этой группы растений нет признаков специфической адаптации к условиям обитания, однако они обычно имеют хорошо развитую корневую систему с ветвящимися корнями, а также широкие, плоские и зеленые листья разнообразной формы. Растения, обитающие на относительно однородном участке земной поверхности и существующие в определенных условиях, составляют растительные сообщества или фитоцинозы. Для каждого сообщества характерны определенные почва, влажность, освещенность, температура и другие условия, отличающиеся от условий жизни другого сообщества. Эти условия определяют видовой состав и систему взаимоотношений растений внутри сообщества и с внешней средой. Еловые леса отличаются плохой освещенностью и повышенной влажностью. Травяной покров богат видами, под густыми елями растут кислица, черника, брусника, различные мхи. Сосновые леса предпочитают песчаные почвы. Света в них достаточно, но видовой состав беден, что объясняется недостатком питательных веществ. Почву покрывают мхи и лишайник, среди которых растут черника, папоротник, орляк, плаун булавовидный. Лиственные леса растут на почвах, богатых минеральными веществами. Их видовой состав очень разнообразен. Из деревьев растут дубы, липы, клёны, берёзы. Из кустарников – орешник, жимолость, бересклет. Богат видами и травяной покров. Распространены такие растения, как ландыш, медуница, вороний глаз. Обычно растительные сообщества называют именем того вида, который в нём преобладает. Таким образом можно выделить еловый лес, берёзовый лес – роща, тубовый лес – дубрава, сосновый лес – бур, смешанный лес, лес состоящий из лиственных и хвойных пород древьев. В зависимости от преобладания тех или иных видов и условий существования растительные сообщества объединяются в большие группы. Типы растительности, например, леса, луга, болота, степи, тундры. Каждый тип имеет свои характерные черты. Итак, растения делятся на различные экологические группы в зависимости от отношения к тем или иным экологическим факторам. У каждой группы растений выработались приспособления, позволяющие расти и развиваться в определенных условиях обитания. Растения, обитающие на однородном участке земной поверхности и в определенных условиях составляют растительные сообщества, которые, в свою очередь, объединяются в более крупные типы растительности. Ребята, спасибо за урок. До скорых встреч. До свидания.